Очень удобно, что в этом автомате есть 5 программ и всегда есть возможность выбора. Дима, вот так выглядит поддержание температуры? Абсолютно точно. Начинаем. И я запустила программу измерения шума. Приятно, просто приятно. Даже если вы решили попить чай в полной темноте, вам будет всегда интересно и красиво. Все эти чайники хороши по-своему. Мы гарантированно вам их рекомендуем. Приветствуем вас на канале Посуда Март. У нас все, что вы хотели узнать о посуде. Тренды, современные технологии и вечная классика. Если вы задаетесь вопросом, как выбрать электрический чайник, значит пришло самое время заменить старую модель на новую. Несмотря на то, что электрический чайник доступен для каждой хозяйки, существует несколько нюансов, которые необходимо учесть. Мощность, материал корпуса, нагревательный элемент – это еще не все составляющие, по которым чайники могут отличаться друг от друга. Обширность производителей и моделей и вовсе делают выбор подходящего надежного чайника достаточно сложным. Поэтому мы составили топ-5 лучших электрочайников, которые по достоинству оценены покупателями интернет-магазина Посуда Март в 2022 году. И сейчас вам о них расскажем. В студии канала Посуда Март гость, эксперт в области бытовой техники компании Комфорт Макс Дмитрий Моханик. Дима, мы приветствуем тебя в нашей студии. Лена, привет! Рад снова оказаться тут. Я предлагаю следующий формат съемки. То есть мы с тобой сначала делаем распаковку, потом рассказываем технические характеристики чайника, а потом делаем тест на время закипания и шум, потому что это очень важно. Мы ценим время и ценим свой комфорт. За распаковку предлагаю отвечать мне, за технические характеристики тебе, ну а кипятить, пить чай и измерять шум предлагаю делать вместе. Всем. Договорились. Хорошо. Итак, Дим, предлагаю представить наших героев. Да, давай, конечно, Лена. Сегодня у нас в студии 5 приборов, собственно говоря. Тед чайников. Четыре чайника и один чайный автомат. Давай тогда будем честными. Ты знаешь, я бы назвала два чайных автомата, потому что я заранее знакомилась с нашими героями, и это тоже можно отнести смело к чайному автомату. А это модель немецкого бренда Rommelsbacher TA 1200 чайный автомат. Wilfa VKR 2000 Black, Taurus Aroa Glass, Black & Decker модель 2201 и Solis модель T-Kettle Digital. Сейчас мы всех распакуем, вам покажем, расскажем, как работает. Технические характеристики будут выведены отдельно для того, чтобы вам их не искать. Но я скажу о герое, который не вошел в сегодняшний ролик. Дим, сделай, пожалуйста, отсыл на ролик по диспенсеру, где мы с тобой играли в «Чайных мастеров», потому что это тоже очень достойная модель, но, к сожалению, время нашего ролика не позволяет вместить все достойные модели. Но в 2022 году он тоже пользовался большой популярностью. Итак, это был диспенсер. Касса HV 660 модели. Дим, с какого чайника начнем? А какой тебе больше нравится? Ой, мне, конечно же, вот этот. Чайный автомат. Да. Давай с чайного автомата начнем. Хорошо, договорились. Итак, Роммельсбахер – это чайный автомат, или можно назвать… Вот почему-то есть такое понятие кофемашина. А почему чайной машины не может быть? Может быть. Может быть. Для того, чтобы все узнать об этой чайной машине, можно даже ее не доставать, потому что вся информация по функционалу есть на коробке. Она есть на нескольких языках, поэтому, если вы не хотите читать на русском, можете прочитать на немецком или на английском. Указана мощность и нарисован сам газов. Предлагаю достать. Промо-листовка от производителя, где мы видим соцсети Роммельсбахер. Кстати, запрещенные соцсети у нас в России, поэтому, ну, я думаю, что все равно такую улыбку получить мне бы было приятно. Конечно, конечно. Очень плотно упаковано. Я думаю, если заказать в регион, придет все как надо. Придержи, пожалуйста, дно. О, как здорово! Гарантийный талон также вкладывается в упаковку, соответственно. Что этот аппарат в себе имеет? ЖК-дисплей как таковой. Пять программ с разбегом температуры 190, 85 и 80 градусов. Этот разбег, я сразу дополню Диму, необходим для того, что каждый раз, когда мы завариваем разный чай, зеленый, черный, травяной, белый, нам необходима разная температура. Также этот чайник может поддерживать температуру. Есть безопасный режим, то есть он отключается в случае перегрева, да, что... Ну, либо если нет воды. Либо если нет воды в чайнике, да. Это заварочная емкость, сам чайник, очень прекрасные сеточки, ну и такой нехитрый, интересный дизайн, в общем-то. Что мы можем еще сказать? Мы можем приготовить с тобой вкусный чай. Я буду готовить, если им нужно будет сделать пояснение, то ты их обязательно сделаешь. Итак, идет дополнительно вот такая воронка, которая позволит мне не рассыпать, собственно говоря, чтобы вот чайные заварки не попали вот в это отверстие, потому что они здесь не нужны. Мы ставим вот такую вороночку, и сейчас я буду засыпать чай. Дим, я буду готовить травяной чай, поэтому ты можешь уже выставлять на режим зеленого чая. Хорошо. Включаем сам прибор кнопочкой «Он». Видим, что у нас стоит режим зеленого чая здесь. Минут семь ставим. Семь минут с вами для приготовления зеленого чая. Хочу обратить ваше внимание обязательно на то, что если вы будете медленно переключать режимы с минуса на плюс, то есть устанавливать время, то будет шаг либо 10 секунд, либо, как мы видим, он может щелкать по минуте. Ручкой вы можете поставить как к дисплею ручки, так и от себя, как вам удобно. Нам, чтобы вам лучше было видно, я поставила вот так. Ну, и, конечно же, я забыл рассказать об объеме. У нас литровый чайный аппарат. Я думаю, в принципе, на семью из трех-четырех человек литрового чайного аппарата будет вполне себе достаточно. Вы знаете, когда я увидел эту модель, я сначала подумала, куда же куда попадает вода, потому что здесь очень маленькая емкость. А вода будет пропускаться изначально через фильтр, чтобы мы ее уже пили чистую. Да, вода дополнительная. Дим, сколько я там уже залила? Посмотри, пожалуйста. Ты залила уже где-то 0,7. Ну что, я справилась. Так, пока. Давай ставим программы. И вуаля! Запускаем наш процесс. Теперь ожидаем чего? Ожидаем, когда вода пройдет через чайные листы, и на выходе мы получим уже готовый вкусный напиток. Я предлагаю, как мы и обещали, измерить шум нашего чайника. Эксперимент. Да, пока он готовится, я запускаю программу, и мы, собственно говоря, мерим шум. Ну вот он немножко прыгает, потому что чайник то тише, то громче, но это прям незначительно. Итак, уровень шума. А где-то это было порядка 70 децибел. 70 децибел для чайного автомата, я хочу сказать, это очень даже неплохо. Это тише обычного чайника 100%. Теперь нам остается только стоять и ждать, пока сей прекрасный напиток заварится, и мы будем его пробовать. Посмотри, какой красивый цвет уже приобретает наш чай. Очень даже, да. Он заваривается, и когда он заварится, я так понимаю, что он скапает вниз, правильно? Абсолютно точно, да. Также я бы хотел уточнить, на самом деле, то, что данная модель имеет напряжение в 1200 вольт, а не в 400, как обычные чайники, что значительно экономит ваши денежные средства. Итак, смотри, процесс пошел. У нас с тобой закончился этап заваривания, и теперь вода поступает во второй чайничек. Ну что, я думаю, что самое время готовить чашки. Да. И также я бы хотел уточнить, Елена хотела провести еще один эксперимент на тему того, сколько будет закипать данный прибор, но ввиду того, что здесь мы выставляем функцию с определенным временем, мы облегчили тебе жизнь и не будем просить тебя этого делать, конечно же. Единственное, что мы тебя попросим, это дегустировать вкусный чай. Очень удобно, что в этом автомате есть 5 программ, и всегда есть возможность выбора. Потому что мы сейчас стали многие пить и белый чай, и зеленый, и травяной, и фруктовый даже стали пить. Поэтому, допустим, если вы будете готовить в этом автомате фруктовый чай, выбирайте программу «Щербал». «Щербал». Да, да. Ну что, Дим, давай с тобой пить чай. Ну что ж, давай я тогда поухаживаю за нами, конечно. Давай. Почему нет? Собственно говоря, литр чая ставь, пожалуйста. Кружечки. Достаточно. И себе пару капель. Очень ароматный получился. Пасмик очень вкусный. Да, чайничек обязательно ставьте на место, потому что 30 минут будет держаться температура, которая необходимая. Поэтому лучше все время подливать себе, чтобы он был горячий. Ну что, приятного чаепития. Завидно. Невкусно. Очень вкусно. Чувствуются все нотки чая, которые должны чувствоваться. И не чувствуются те, которые не должны чувствоваться. Да, да. И мы переходим к следующей модели. Еще одна уникальная чайная машина. Ну или чайник. Это то, когда вы уже и завариваете, и готовите чай одновременно. Очень мне понравилась предыдущая модель, которая просто готовит. И ты получаешь истинное наслаждение, когда сидишь и ждешь, как появится твой чай. И ты знаешь, мне даже смотреть понравилось, как она идет. А главное – свободные руки. Да, то есть утром запустили, даже можно вечером запустить, потому что там есть отложенный таймер. Да. Давай, мы с тобой распакуем следующую модель. Это чайник Solis. Сделана коробка в виде того, как сам чайник. То есть мы видим и дисплей, и как это все работает. А как мы и договаривались, технические характеристики расскажет Дима. Дима, прочитай мне, пожалуйста, все вот эти значки. Что у нас с вами есть в этом чайнике? Это, а, несколько режимов, б, температурный разбег от 50 до 100 градусов шагом в 5 градусов. Это опять-таки для разных видов чая. Да, да, да. Функция памяти, функция поддержания температуры примерно 30 минут, LCD-дисплей, объем 1,2 литра, сеточка универсальная из нержавеющей стали. Это я уже покажу, я тебе просто значки просила прочитать. Ты бежишь вперед, давай доставать чайник. Главный значок. Главный значок это BPA free. Этот чайник не содержит никаких вредных веществ, которые могли бы отразиться на нашем с вами здоровье. Это важно. А еще для меня, как для хозяйки, важно, что у этого чайника есть память. То есть есть любимый чай мой, есть любимый чай Димы, когда он приходит к нам в гости. Я не буду каждый раз переставлять, я просто нажму кнопку и любимый чай Димы приготовится. Я достаю чайник. Определенно. Инструкция. В ней же, я думаю, есть и гарантийный талон. Гарантийный талон, естественно, мы также вкладываем инструкцию на русском и на еще нескольких языках в двух томах. То есть вы можете попрактиковаться в языке. Аккуратненько все сверху накрыто пенопластом, запаковано. Внизу все так же накрыто пенопластом. Я вот прямо могу показать, насколько все плотно лежит, поэтому чайник можно смело заказывать в регион. Он придет как новый. Да, все абсолютно аккуратненько упаковано. Ну, какая крышечка милая. Очень милая крышечка, согласен. Можешь мне помочь и снять целлофан лишний? Да, да, да. Видите, как удобно еще мне, что нравится в этих чайниках, что есть регулятор наматывания шнура. То есть если он короче, если ваша розетка ближе-ближе, дальше-дальше. Это очень важно. Вот прям ненавижу, когда шнуры висят на кухне. Меня прям безумно раздражает. Есть еще такая хитрая, незамысловатая история у нас в виде того, здесь есть на крышечке сечение. То есть вы спокойненько это все закрываете. Open, close. То есть все примерно так же просто, как и со старой советской газовой плитой. Ну что, я готова готовить чай. Я готов пить чай. Ты пока можешь разбираться с розеткой, а я пока разберусь с водой и, соответственно, с самим чаем. Да, давай только я сеточку на место установлю тогда. И разбирайтесь, Елена, сколько вам захочется. Ты знаешь, можно это делать как в самом чайнике, можно делать отдельно, как вам удобно. Да, да, кому как больше нравится. И мы сейчас с тобой будем, не забывая, измерять скорость закипания, и мы будем с тобой измерять шум. Либо на этом чайнике также нужно выбрать программу, и она будет зависеть время от выбранного чая. У нас с тобой фруктовый чай? Да. Мы поставим просто 6 минут. Хорошо. Я предлагаю все-таки не делать большой чайник, а то мы с тобой к концу ролика просто с ума сойдем от выпитого чая. Хотя чай это прекрасно. Мы выбираем с тобой температуру 100 градусов, выбираем 6 минут и поехали. Все, теперь ждем, пока наш прекрасный чай заварится. Но мы с пользой будем ждать, мы с тобой измерим шум. Я сейчас запускаю нашу программу по измерению шума, поэтому мы молчим и ждем, что нам скажет или как зашумит наш чайник. Итак, моя программа, которая измеряет шум, показала, что шум не более 65 дБ. Дима, вот так выглядит поддержание температуры? Абсолютно точно. То есть он у нас перестает, потом опять начинает греться. Ну, давай тогда не будем ждать, когда у нас в очередной... Давай, я поухаживаю за ним. А вот теперь я... А ты тут хорошо, я выступаю. Чайник очень легкий, очень приятный для женской руки. Если предыдущую модель, ну, я немножко боялась вытаскивать, то это очень приятно держать в руке, очень эстетично. Знаешь, я бы с удовольствием его поселила. Органалечные строчки как-то. Да, мне нравится. Удобно? Я бы с удовольствием поселила его на своей кухне. И какой цвет нам этот чайник дал, да? Приятно, просто приятно. Заметь, что самое важное у нас на кухне? Это экономия места. И когда у нас вот эти френч-пресса, дополнительные заварники, очень много съедают места. А здесь очень удобно, что у нас вот этот процесс заваривания и кипячения чая происходит все в одном приборе. Очень вкусно. Могу сказать точно, что 100 градусов чувствуется. Да. Чай, как и положено, горячий. Запах всего букета ощущается в полной мере. Вкус тоже. Что, Елена, вы довольны данным прибором? Да, я довольна данным прибором. Еще раз тебе говорю, что он такой миленький, маленький, эргономичный, приятный. И опять-таки я уберу френч-пресс со стола. Поэтому я вот, если голосовать, знаешь, как говорят учителей в школе, не должно быть любимчиков. Пока это мой любимчик. Пока это твой любимчик. Я думаю, что сичечка здесь очень тоже облегчает работу. Да, все-таки чаи, которые продают в пакете, это немного не то. А когда ты завариваешь настоящий живой чай, как делает это у нас сегодня Елена, это совсем меняет всю историю. А еще я тебе хочу сказать, что есть такое понятие, как нехватка времени. И почему чайные пакетики пользуются таким спросом? Потому что кинул и побежал. Здесь ровно то же самое. Положил чай и убежал. А когда чайник уже выключился, вы получите уже готовый чайный напиток. Пока это моя любовь. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо, попробуем тебя удивить. Чайник норвежского бренда Вилфа. Мы сразу, когда берем коробку, видим, что чайник не только дизайнерский, но и коробка дизайнерская. Посмотрите, как красива вода, которую мы будем кипятить. Вообще природа очень красивая в Норвегии. Чайник у нас имеет 5 лет гарантии, но, говорю сразу, 5 лет гарантии дается в Норвегии. В России это 2 года гарантии. Дим, почему такая разница? 5 в Норвегии, 2 в России. Наш рынок – это наш рынок, а внутренний рынок страны – это их уже внутренняя политика. И мы и так придерживаемся максимально комфортного обслуживания для наших потребителей. То есть, 2 года для чайника на территории Российской Федерации – это достаточно. А я еще бы хотела сказать, гарантируйте столько времени, сколько можете прогарантировать. Поэтому, если 2, значит 2. Предлагаю достать чайник. А, давай. Что у нас здесь с тобой есть? У нас здесь с тобой есть инструкция по эксплуатации. Какой он красивый, слушай, стильный такой. Сочетание черного дерева. Вообще красота. Вот давайте, пока достань крышечку, а я достану саму основу. Хочу обратить внимание, посмотри, они даже крышечки такую бирочку приделали с норвежской природой. Ну, не зря же этот чайник победил во всевозможных выставках дизайнерских Норвегии. Да, данный чайник, кстати, является по recommended.com лучшим чайником. Его характеристики и стоимость, они абсолютно соотносимы. И цена-качество абсолютно и знак равно. Итак, я готова подключать. Опять-таки, здесь есть то, что мне нравится. Это куда можно намотать провод, если он лишний. Итак, Дим, чайник готов к эксплуатации. Предлагаю начать эксплуатировать и скипятить воду. Да, давай. Максимальная емкость внутри чайника составляет 1,7 литра. То есть он больше, чем 2 прошлых моделей. Сколько, как правило, закипает полный чайник? Ну, давай ориентироваться так. В среднем на всех чайниках программы идут до 10 минут. Я думаю, что в данном случае полный чайник закипит минут за 5-7. Начинаем. И я запустила программу измерения шума. Ну что, чайник наш скипел. Время закипания меня устроило. Поскольку я не могу назвать его полным, потому что мы кипятили половину чайника. И шум он показал, самый пиковый доходило до 70. Чайником я довольна. Что, как хозяйка, я для себя отмечу? Конечно же, очень красивый внешний вид. Еще мне нравится, что вот форма сама чайника. Видишь, она такая как бы конусом. И тоже не займет много места на столе. Поэтому, друзья, если вам нужен красивый, экономичный, не шумный, быстро закипающий чайник, обратите внимание на эту модель. А мы переходим к следующей модели чайника. Следующий чайник это Aura Glass бренда Tauros. И давайте его распакуем. Хотя нет, давайте сначала посмотрим коробку. Возможно, она информативна. Ну, мы видим, как выглядит сам чайник. Далее у нас есть, Дима, техническая информация. Техническую информацию, пожалуйста, предоставляем. Значит, 1,8 литра, мощность 2200. Также имеется обязательно отсек для шнура. Блинчик на 360 градусов крутится чайник. Обязательно как раз уточним о том, что ручка настолько эргономична, что она также адаптивна как под правую руку, так и под левую. Съемные фильтры, кнопка для открытия крышечки непосредственно. И нагревательный элемент в виде блина. В общем-то, все просто. Достаем. Инструкция по эксплуатации. Это, я так понимаю, просто какой-то рекламный буклетик. А здесь у нас что, коробка в коробке? А нет. Здесь у нас аккуратно закрыто. Достаточно плотно, аккуратно закрыто. Вообще, молодцы, все аккуратно. Ой, как он просто достается. Поэтому с распаковкой я справлюсь на 6 с плюсом. Симпатичный. Для любителей стеклянных чайников, я думаю, он очень даже... Лаконичный, простой дизайн. Сейчас эргономику проверю. Нет, знаешь, эргономику я буду проверять, когда он будет полным. Мы поставим его на блинчик сразу. Проверим. Крутится. 360 градусов. Давай теперь ты левша. Крутится. 360 градусов. Я хочу сказать, что действительно для левой удобно, но как бы нет такой большой различия. Разницы никакой. Нет, абсолютно я не ощутила, что... В этом, наверное, вся и фишечка, так скажем, что он что в правой руке, что в левой руке лежит одинаково, и ты не ощущаешь разницы, потому что в этом-то вся и суть. Есть шкала измерения. Мы налили сейчас с вами литр. Ну и, собственно говоря, все. А максимально можно будет налить литр восемь. Да. Что, включаю? Включай. Давай, ты включишь, а я пока заведу программу по измерению шума. Готово? Да. Полетели. Стартуем. Подсветочка. Красиво. Ну вот, вода закипела. Скажу по шуму. У нас по шуму было около 65 дБ. Что мне понравилось в этом чайнике? Конечно же, производитель, когда делает на что-то упор, он за это отвечает или он это гарантирует. Поэтому эргономичность ручки идеальная. Неважно, левша вы или правша. Очень понравилась, ну, я же девочка, мне очень понравилась подсветка. Что еще хорошо, даже если вы решили попить чай в полной темноте, вам будет всегда интересно и красиво. Достаточно быстро закипел. Есть еще раз, повторюсь, разметка по воде. И, собственно говоря, пожалуй, на этом и все. Итак, чайник Black & Decker. Что у нас на коробке, какая есть техническая информация, прочитает нам ее Дима. Да я вам ее не прочитаю, я вам ее расскажу. На самом деле, не на слуху ли бренд? Не знаю. Black & Decker, наверняка, если мужчины задумаются, то они вспомнят, что эти ребята из Америки выпускали инструменты. На сегодняшний день они расширили свой спектр, и помимо того, что они выпускают инструменты, они начали выпускать очень даже неплохую бытовую технику. Итак, что у нас есть в чайнике Black & Decker модели 2201? Уровень воды до 1,7 литров. Очень легкий съемный фильтр, который вы сможете снять и легко помыть. Далее, весь корпус из нержавеющей стали. Возможно, если я правильно помню, то при нагреве мы можем даже за него взяться. Это мы проверим с вами в ходе кипячения. Если я обожгусь, то значит я обожгу. То помощь первую я ему не окажу. Да. В целом, самый простой бытовой чайник. Я думаю, пора бы его вскрыть и посмотреть, как он работает. Хорошо. Хорошо упакован. Ничего нигде не болтается. Инструкция по эксплуатации. Подставка. Чайник. Снимаем целлофан. Дима, забирай героя. Такой нехитрый чайничек обычный из нержавеющего железа. Симпатичный. Есть такой приятный, знаешь, между бронзой и графикой. Открывай крышку. Легким движением руки. Наливаем воду. Какая предельная здесь? Здесь 1,8, но у нас бутылка литровая, так что лень, не стесняйся. Хорошо. Уважаемый эксперт в измерении шума. Я готова запускать шумную программу. Ты знаешь, у меня такой вопрос. Я вот, может, неправильно меряю, на каком расстоянии измерять шум? Да, ты знаешь, как тебе удобно. Я думаю, вблизи, потому что мы должны понимать... Максимальный шум будет. Максимальный шум, да, 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 конечно. Понятно, да. Понятно дело, что в другой конкурсе... Я готова, запускай. 3, 2, 1, погнали. Итак, максимальный шум около 70 децибел. И мы закончили измерение. Что тебе понравилось в этом чайнике? Мне понравилось то, что он горячий, я вот держу руку в специальной зоне, и ты не обжигаешься, не так ли? Да. Ну, за сам металл, конечно, лучше браться не стоит. Поэтому ты погорячился вначале, да? Ну, да, то есть на этом чайнике давайте уточним, есть специальная зона снизу, за которую вы можете взяться, если вдруг, ну, надоела вам ручка. Да, 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 перенести хочется его с одного вместо в другое, вот я спокойно это делаю. Очень такой консервативный, строгий дизайн, который уже... Мальчиковый, я бы сказала. Мальчиковый, да, да, да. До этого было и огонечки, и дерево, и лососи там где-то прыгали. Тут прям такой мужской чайник. Как ты сказал, инструменты делают? Black & Decker, да. Ну, не отбились от тренда, да. Это как делали для мужчин, так и делают для мужчин. Ну, неправильно. Хоть кто-то о нас думает. А на сегодня это все новости из мира посуды. Дим, хоть это не профессионально, я тебе уверяю, как эксперт, ну, как эксперт-эксперта, но все-таки какой чайник твой любимчик? То есть, как ты говорила, да, любимчика быть не может. Ты, давай тогда, Лаверды, ты все-таки остановилась на той же модели, на которой я остановилась. Да, да, я вот тебе могу сказать, я верна, вот она моя любимочка, Солис. С точки зрения самой церемонии, я бы предпочел чайный автомат Ромельсбахер. Все-таки это хоть эстетика какая-то, да, здесь у нас чай прокипает в одном чайничке, потом сливается в другой чайничек. Очень много функционала интересного. Но, 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 не поверишь, не строгий мужской Black & Decker я бы предпочел вилку. Друзья, а я от себя добавлю, что каждый этот чайник уникален по-своему. Давайте я прям вот по одному слову скажу, Дима, если хочешь по второму, добавляй. Дизайн, функциональность, простота, это тоже важно. Красота, потому что вот здесь огонечки. Ну, и это любовь. Ну, я пошутила, конечно же. И это тоже удобство. Не только в приготовлении чая, но еще и в экономии кухонного пространства. Все эти чайники хороши по-своему. Мы гарантированно вам их рекомендуем. Дим, я в сто пятьсотый раз благодарю тебя за участие в нашем ролике. Мы всегда тебе рады в нашей студии, потому что, когда ты появляешься, появляется новый гаджет, мы узнаем много нового, у нас становится немножко более, скажем так, размеренная и понятная жизнь, потому что мы то яйца варим, то раклет готовим. Все это вообще здорово. Поэтому спасибо, приходи, будем рады тебе всегда. Спасибо большое, Лена, приглашайте, приду. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи, а также технику, можно заказать в интернет-магазине Посудомар. Или прийти, подержать в руках и лично убедиться в качестве в нашем магазине Посудомар. Адрес магазина в описании к видео. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, задавать мне ваши вопросы и писать комментарии. Кстати, под роликами, где есть упоминание о технике, Дима очень активно пишет комментарии, отвечает на вопросы, поэтому можно смело задавать любые вопросы. Добавляйтесь в группу ВКонтакте и, конечно же, смотрите наши ролики. До новых встреч на YouTube-канале Посудомар. Субтитры создавал DimaTorzok